Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Ну так уж случилось, что у нас с вами целый цикл программ, когда у нас очень интересные эксперты, когда мы говорим о духовности, когда мы говорим о высоком и значимом. Сегодняшняя программа как раз у нас не исключение, она может быть и подтверждением определенного рода сложившейся традиции. И сегодня, наверное, ленивый не скажет о том, какой огромный поток чернухи выливается на наших с вами сограждан из интернета, из экранов телевизоров. Мы понимаем, что как бы мы того не хотели, но определенным образом нам грозит маргинализация и оглупление населения. Что этому уже пора что-то противопоставлять и серьезно задуматься о тех негативных трендах, не замечать, которые мы уже просто не можем. И вот, наверное, эту тему мы сегодня постараемся развить. У нас в гостях уважаемые эксперты Ирина Сойна, продюсер кинофестиваля, который стартует завтра в киноконцертном зале «Панорама», который уже прижился на Тверской земле. Отец Сергий Дмитриев, настоятель прихода блаженной Ксении Петербургской. Он же член жюри кинофестиваля. И Иван Владимирович Демидов, директор Тверского госфильма фонда, тоже член жюри кинофестиваля. Друзья, вот, наверное, мы сегодня с вами поговорим о том инструментарии, который мы сможем противопоставлять тому, чтобы народ перестал глупеть и маргинализироваться. Некоторые ток-шоу вызывают уже откровенное раздражение. То есть мы же с вами прекрасно помним, что наши с вами соотечественники делали такой качественный продукт, если это можно назвать. Помните фильм «Летят журавли»? До сих пор он является одним из самых кассовых во Франции, перебив значительно «Рокки-4» и аналогичные фильмы. Но мы же можем делать. Мы же в 20-е годы еще, наши кинематографисты, делали прекрасные фильмы. Там «Эзенштейн», вспомните, ну, просто, я не знаю, Иван Грозный, Александр Невский, Чапаев «Братьев Васильев», Андрей Тарковский, Рублев. Ну, вот эти фильмы, это, я не знаю, золотая, наверное, коллекция нашего фильмафора. Мировая. Мировая, причем уже не наша. Это значительно далеко за рубежами нашей страны. Сегодня, наверное, не так просто выбрать что-то достойное. Ирина, я хочу обратиться к вам. Действительно, завтра, как я уже предвосхитил, стартует фестиваль на Тверской земле, хотя он уже начинал работать в январе, насколько я знаю. Вот вы скажите, пожалуйста, мне, что это будет за мероприятие об организаторах, об идее проекта? Ну, мы действительно уже третий год будем на Тверской земле. В прошлом году к Твери присоединился замечательный город Калязин, который до сих пор продолжает. Вот у них сегодня как раз завершается программа кинопоказов. И я думаю, что мы с ними дальше будем продолжать дружить и показывать хорошие фильмы. Но то, что касается подбора киноконтента, это на самом деле, если ставить для себя высокую планку, это сегодня большая-большая проблема. Потому что первый раз за три года мы смогли собрать детскую программу, потому что до этого ее просто не из чего было собрать физически. фильмов, которые можно спокойно посоветовать идти детям любого возраста, чтобы это не было такой сиюминутной жвачкой, но их просто нет. И, конечно, то, что касается государственной поддержки детского кино, мне кажется, она должна быть пересмотрена в сторону увеличения поддержки хороших детских фильмов. И не опираться на их кассовость, а опираться на художественную и духовную составляющую. Ну, может быть, не столько, не духовную, но какой-то качественную. То есть еще Ленин говорил о роли кино. О роли кино, да. В том числе и формировании личности и в других моментах. То есть на ранних этапах нашего исторического развития было понятно, что какие-то средства воздействия на умы и формирование личности — это тесно связанные процессы. Сегодня мы говорим о роли и значении, допустим, патриотического воспитания в жизни молодежи. О том, чтобы ориентировать их на определенные ценности, понятные нам. У нас есть хорошие и добрые традиции, которые мы не только можем, но и обязаны, наверное, нести в массы. Согласитесь? Это очень важно. Абсолютно согласна. И я, на самом деле, не считаю нисколько рамольным убеждение в том, что фильмы должны нести идеологическую составляющую. Это должно быть частью государственной политики для воспитания следующего поколения в хорошем, патриотическом... Не повторим, так скажем, ошибки прошлых лет. Без перегибов, без фанатизма. Делайте ту золотую середину, чтобы она была именно золотой. А вы знаете, надо просто чаще подходить к зеркалу и заглядывать в себя. Вот по-честному. А это очень сложно, по-честному поговорить самому с собой. И когда ты сам с собой поймешь, что ты несешь за это ответственность, тогда, наверное, совесть такая была. Очень хотелось бы, чтобы мы находились в состоянии гармонии. Да, пожалуйста, включайтесь. Ключевая фраза. Были. Совесть. Она, к сожалению, очень много вещей говорит о том, что, собственно говоря, и событий, что совесть стала понятие далеко не популярное. И по большому счету в некоторых даже случаях говорят так, а человек, совесть имеешь, проф не пригоден. Нерентабельный. Проф не пригоден. Ну, это же страшно. Страшно. Так вот, общество потребительства, если мы создаем, в нем совести нет. Поэтому совершенно спокойно взял за 3 рубля, продал за 10 и говорит, что так и должно быть. Какая там совесть? Там главное потребительство. Это бизнес. Ну, скажем... Говорят, ничего личного, да? Вот как. Это бизнес. Батюшка, вот хочу обратиться к вам. Я знаю, что вы человек очень продвинутый. Смело можете высказывать свое мнение. Вот это очень важно в наше время, особенно. Все-таки ваша позиция, ваше мнение в рамках заданной нами темы. Мое мнение, наверное, будет опираться на мое служение последние 7 лет за границей. То есть, есть с чем сравнивать. Вы знаете, вот город Верона, он чуть поменьше города Твери. И там очень много проходит культурных мероприятий. Не только там мирового масштаба, а, собственно говоря, местных. Где люди сами их организуют. И когда я там был, я, конечно, смотрел, что происходит у нас в Твери. И я видел по тому, что публикуется в интернете, в новостях, как-то не видно было культурных каких-то мероприятий. В основном пожары, ДТП, то-то-то. Но, понимаете, хотя они проходят. Вот фестиваль, который здесь будет, это очень интересное мероприятие и очень интересное событие. Потому что люди этого не увидят, если они не придут. Поэтому надо призывать людей... Об этом надо информировать. Информировать и призывать людей чаще вставать с дивана. Вы знаете, вот я должен, конечно же, отметить, что наш канал, несмотря на то, что все-таки он является коммерческой структурой, находит возможности для того, чтобы говорить о вот таких действительно возвышенных и очень важных для каждого у нас вещах. Вот вы знаете, мы говорили, здесь целый цикл программ был о меценатах, о исторических традициях и корнях, которые свойственны были и Верхневожью, и его столичному городу Твери. То есть, очень богатая наша история. У нас есть замечательные люди, которых мы почему-то в суете начинаем забывать. Их пример должен, наверное, быть не просто чем-то примером для подражания, а должен быть нормой нашего сегодняшнего дня. Давайте прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Итак, мы снова в эфире. Отец Сергий, скажите, с чего же завтра начнется фестиваль? Ну, вы знаете, он у нас называется православный кинофестиваль. Но это надо понимать не то, что туда должны прийти только православные люди. Потому что фильмы очень разнообразные. То есть, он открытый. Да, он открытый. Да, и будет всем интересно посмотреть современное, такое вот правильное, может быть, духовное кино. Ну, а начинаться он будет с молебна. На начало доброго дела. Как, в общем-то, и любое дело надо начинать. На Руси так всегда было принято. Чтобы обратиться к Всевышнему, Господи, помоги нам. Вот, поэтому он у нас начнется в 12 часов в нашем храме Ксении Блаженной. Скромный достаточно молебен у нас будет на начало доброго дела. В 12 часов. А потом уже будет, вот, Ирина, наверное, расскажет, что будет дальше. Да. Дальше у нас достаточно интересная программа, потому что у нас будет открытый круглый стол. Тема круглого стола будет развитие кинопроизводства в Тверской области. Я считаю, что у Твери есть все шансы перебить пальму перенства у Ярославля, например, приближенного к Москве, и стать такой хорошей большой киноплощадкой. Но мы ближе к Москве вообще территориально. И ближе, и ласточки ходят, и куча экономических факторов и всех остальных, которые... Только надо поддерживать это все, развивать. Насколько доступно? Кто может туда прийти? Все желающие? Я считаю, что это должно быть профессиональному сегменту, сообществу интересно, конечно. Конечно, это режиссеры, операторы. 22-го у нас будет режиссерский мастер-класс с приглашенным режиссером из Москвы. Ну и, соответственно, в 5 часов будет церемония открытия. Я рада, что в этом году у нас получается пригласить очень много представителей фильмов, которые будут их заявлять, представлять, и с ними, собственно говоря, после показа можно будет пообщаться. Это всегда живое общение, это всегда приятно, важно узнать, как делался фильм, что хотел сказать художник. И, собственно говоря, это всегда такая обратная связь, когда очень нужна и важна. И так получилось, что кроме детской программы, про которую я уже сказала, из игровой программы, из пяти игровых фильмов конкурсной программы, четыре — это фильмы о детях. Ну вот, наверное, не просто так, хотя это получилось случайно, непреднамеренно, но «Дети наши» — все, да, и это вы считали. Ну, мне сигнализирует у нас звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Какие фильмы полезны детям смотреть в кинотеатрах, если не боевики? Еще раз, будьте добры, не очень понятна была последняя фраза. Если не боевики, боевик, вы знаете, что такое боевик? То есть вы имеете в виду полезность, правильно? Да. Ну, наверное, я думаю, что каждый родитель должен для себя принять решение, что он хочет вложить в своего ребенка. И, отталкиваясь от этого, уже выбирать те фильмы, на которые он его будет водить. В некоторых семьях, я знаю, категорический запрет на зарубежные мультики, и дети воспитываются на советских хороших мультфильмах до определенного возраста. Ну и дальше, ну, как бы, здесь цензура необходима абсолютно. Во-первых, спасибо за вопрос. Да, конечно. Вы знаете, дело в том, что до определенного возраста родители могут выбирать что-то для своих детей. А потом приходит тот возраст, когда дети сами начинают выбирать. И поэтому важно вложить в ребенка то, чтобы он сам осознанно делал правильный выбор. И не повредит, допустим, тот же боевик, если у него внутри, так сказать, позиция правильная. Не повредит. Только не надо на это подсаживаться. Потому что очень часто это происходит. Ну, мы же, наверное, все-таки помогаем ребенку, начиная там с грудного молока матери, потом детского питания. Я думаю, что пища духовная должна тоже определенным образом отфильтровываться. Ведь мы же с вами понимаем, к чему могут привести к элементарным нервным срывам какие-то нервозные мультики. Вот знаете, я сам в шоке пребываю, когда смотрю каких-то этих зловещих нидзи-черепашек, каких-то там вот убийц таких, которых даже немножко лихорадят. Вспоминаешь с таким удовольствием, знаете, вот такие замечательные рисованные фильмы советского периода, они были очень добрые, красивые. Но даже, вот скажем, аналог Тома и Джерри, да, наш фильм «Но погоди», он все равно был интересен, мы его помним. И он был очень добрый, самое главное. Хотя, может быть, где-то Зайцити терроризировал немножко волка. Кстати, я хочу напомнить, телефон прямого эфира 300-190. Просто, пожалуйста, подключайтесь к нашей сегодня программе. Она, как и обычно, носит интерактивный характер. И вы можете всегда высказать свое мнение, задать вопросы участникам нашей программы. Ну и большое спасибо за звонок тем, кто все-таки до нас дозвонился и решил высказать свое мнение или задать вопрос. Скажите, вот, друзья мои, давайте мы поговорим, какого качества должна быть духовная пища, особенно для детей. Вот, честно, мы, наверное, вот здесь должны очень четко определить правила, хотя бы рекомендовать, может быть, тем, от кого это зависит, чтобы определенные ограничения, может быть, и присутствовали. Потому что мы же не даем некачественную пищу нашим детям. Ну, давайте фильтровать и пищу духовную. Ну, зачем нам нужны неврастеники, а какие-то вот ребята, которые наедятся гамбургеров, а потом возьмут ружье и пойдут стрелять своих одноклассников? Ведь не этого же мы хотим с вами, друзья. Вот здесь можно тогда я себя немножко перетяну, одеялку, и проговорим. Вот это спасибо, во-первых, выражать благодарность вам, Сергей Николаевич, благодарность вашему центру. И вот удивительно, что на самом деле люди коммерческие вроде бы должны, которые прежде всего видеть в этом фестивале какую-то для себя выгоду именно с коммерческой точки зрения, предоставляют практически нам на бесплатной основе вот эти стены замечательные, в которых придут люди, которые тоже понимают, что, в принципе, не деньги, главное. Вот это то, что мы сейчас говорим, она вроде бы настолько заелась и упустили, потому что всегда в России было следующее, что не в деньгах счастье. Вот эта позиция, которую мы выбросили все и в школе, и так далее, она привела к тому, что вот есть воссоздана группа педагогическая при Министерстве образования, и мы как раз бьемся над этим, чтобы детям в школе внедрить кинопедагогику, пусть на уровне, я не знаю, хотя бы доп. образования, пусть на уровне кружков и так далее. Там, где есть эти кружки, совершенно другие дети образуются. У них намного активнее творческая позиция, у них интересное мысление, намного лучше. Дело в том, что вот один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, это аксиома. И когда образные, значит, появляются вот такие сопровождения любого, будь то биология, будь то литература и так далее, но если есть зрительный образ, даже уже математические действия носят уже визуальный характер какой-то. Вот дети воспринимают это намного быстрее и развивается. Вот здесь, о чем говорил нам Владимир Владимирович, что цифровая экономика, то есть цифровое развитие, это наш прорыв будет. Вот этот цифровой, без нынешнего внедрения кинопедагогики, сейчас невозможен. И ситуация, о чем мы сейчас проговорили, она выглядит каким образом, что, к сожалению, вот я с вами согласен, а здесь, по-моему, мы вообще все просто... Все согласны. Все согласны. Нет, и у нас просто-напросто на одной волне дышим и ощущаем вот это пространство, что детей ведут немножко не туда, а по большому счету совсем не туда. И даже по количеству фильмов, просто-напросто по статистике, у нас практически, несмотря на то, что был год кино, и мы, правда, оторвались от 11%, дошли сейчас до 20% на экранах отечественных фильмов, а 80% это не наше. Какое мы формируем сознание у наших детей, кого мы закладываем, то есть под любому поводу, а там доминирует что прежде всего? Доминирует как раз вот это потребление. Вот сейчас, чтобы избежать этого потребления, такие фильмы, вот, дельский поклон Ирине, за то, что она человек из Москвы, приехавшая сюда, в принципе, вот, говорит, а не найдем мы здесь поддержку. Обратилась тогда вот к нам фильм о фонд, в комитете по культуре тоже нашли, поддержали, а мы не можем, своих ресурсов просто у нас не хватает. И когда вот этот процесс происходит, когда все пальчики по одному сожживаемся в кулак, тогда этот кулак может воздействовать. И тогда мы можем или по столу стукать не будем, но, тем не менее, скажут, ребята, давайте жить дружно, вот так-то оно надежнее. И когда плечо друг друга почувствуем, вот эта соборность, то, что называлось всегда в России главной отличительной чертой русского народа, она и способна двигать. И вот этот православный фестиваль, который завтра открывается у нас, он и как раз хранит, в себе несет вот эти исконные русские черты, исконная доброта, порядочность, уважение к старшему, духовное. И более того, там самое главное еще, что, это забыл, кому принадлежит цитата, но суть в следующем. Человек, который не знает своего прошлого, он не имеет права на будущее, это обязательно надо знать, чтобы не открыживали от нас. Советское оно было, там империалистическое, там неважно какое, царское, но это было наше. И мы накапливали в себе вот этот опыт человеческий, идеологический, я не знаю, духовный, нравственный потенциал. Но сейчас шелуху надо отбрасывать и сохранить вот этот стержень. Вот за это мы вам благодарны, что вы начали. Конечно же, действительно, русская классика это то, чем мы гордимся. Конечно же, вот нетленные произведения уже таких мировых, да, мирового уровня авторов, да, Сазар, ну, Толстой, Пушкин, это люди Чехов, это, наверное, уже люди планеты, а не только те, кем гордится земля русская. Но в то же время, друзья мои, нужно же понимать и какого качества идет сегодняшний контент, из чего мы выбираем. Вот согласитесь, ничего тут я нового не скажу. Мы с вами помним фильмы и смотрим их десятки, а может быть даже сотни раз с большим удовольствием. Но вот Азори здесь тихие. Первый и второй вариант, вот сразу сравнить можно. Вот уже второй вариант, на мой взгляд, он отличается. Просел, сразу автоматически. И, скажем, вот такого рода фильмы, конечно, они не оставляют никакого безразличия. А наши комедии, вспомните Гайдаи, которые, ну, я не знаю, разобрали все его фильмы, я не знаю, уже на цитаты их знали. И до сих пор мы их смотрим с огромным удовольствием, потому что после них вот такое духовное послевкусие прекрасное, настроение на подъеме. То есть никакого негатива. И вот когда мы погружаемся в сегодняшние сериалы, там какая-то стрельба все время, кого-то грабят, обманывают, убивают кровь, какие-то интриги. Ну, к сожалению, это идет, конечно же, определенным образом отображение той жизни, в которой мы пребываем сегодня. Но это же и замах на завтрашний день, друзья мои. Ведь, вот, отец Сергей, скажите о тех рисках, которые все-таки несет вот та чернуха, которую молодежь как губка впитывает зачастую. Ну, вы знаете, я думаю, что это не отображение жизни, а это отображение части жизни, которую, говорят, представляют как основное. Поэтому жизнь-то она разнообразна, и очень много людей, которые именно вот не живут такой жизнью. И здесь, наверное, вот для родителей, тех, которые волнуются своих детей, важно то, чтобы они объединялись. Ведь общественные какие-то движения родителей, они важны на уровне школы, есть родительские комитеты. Они должны неформально работать, потому что, допустим, права у них большие в школе. Точно так же, допустим, что касается показов фильмов, ну, у каждого фильма есть там 16+, да, или еще. Да, да, возрослые циазы. Вот, а объединение родителей вообще должны это отслеживать, тогда хотя бы как-то это будет регулироваться. А что касается, на что ориентирован бизнес, ну, бизнес он ориентирован на... На извлечение прибыли. На извлечение прибыли. А эффекты, они больше дают возможности привлечь людей. Ну, если там такой эффект какой-то сделали, так что люди все пошли. А вот научить людей размышлять, это другие совершенно фильмы. Есть у нас в Твери клубы, киноклубы, да, вот у нас тоже киноклуб есть. Есть киноклубы, которые как раз пока хотят эти фильмы обсуждать. Вот, может быть, больше делать этого. Как-то стараться даже при кинотеатрах, если им не только бизнес важен, делать киноклубы, где показывать какие-то действительно серьезные фильмы, которые можно обсудить. Вот, допустим, те же, которые мы будем смотреть завтрашнего дня. Ну, конечно, реалии дня сегодня действительно ставят жесткие условия. Но вот еще раз повторюсь, вот те слова благодарности, которые вы высказали в адрес нашего канала, конечно же, в первую очередь можно отнести его руководителю и владельцу, потому что он, несмотря ни на что, что главной задачей бизнеса является, конечно, извлечение прибыли, находит возможности и дает вот такой зеленый коридор реализации подобного рода проектов. Почему? Ведь, друзья мои, наверное, самые надежные инвестиции – это в завтра, это в молодежь. Это то, какой будет завтрашний день, зависит сегодня от нас. Насколько мы сможем достучаться до умов и сердец сегодняшних ребят, а потом очень не хотелось бы кусать локти, чтобы мы себя корили в то, что мы упустили, что-то проворонили, что-то сделали не так. Знаете, еще тут, наверное, важно, каким языком это говорится. Вот я просто посмотрел сериал такой «Хлобыстенный». В общем-то, это очень сериал, который показывает, как должна быть многодетная семья, современная жизнь. Плюс православная многодетная семья, но он современным языком показывает. Вот это очень важно. Вот это важно, да, чтобы люди приняли. Можно много-много нотаций говорить, но мимо ушей будет проходить. Если это все будет заумно, это нужно адаптировать, но не упрощать до банальности. Чтобы внести какую-то позитивную нотку, хотела сказать, что в этом году, в начале года, произошло большое событие. Выстрелил неожиданно для всех фильм «Холоп». Собрал больше всех фильмов российского проката. Больше трех миллиардов рублей. И, наверное, кроме того, что это молодцы ребята, которые потрясающе организовали производственные маркетинги, все составляющие на месте, они попали в желание зрителя получать позитивное, хорошее кино о добре и о любви. Этот фильм, да, он тоже про современный язык, про современного мажора. Но вот так они попали в это, обыграли и сделали, что это можно и это нужно делать именно вот так. И то, что это собрал фильм именно такой, это вселяет надежду, что зритель будет ходить на хорошие, добрые фильмы. Он хочет этого, да? Центка зрительской аудитории, как раз кассовые сборы, они это подтверждают. Вот смысл простой, что можно и нужно делать простые, нужные, добрые вещи. Наверное, тут надо пустить талантливых людей, которые прорываются, да? Некоторые прорвались и сделали, а некоторые не могут прорваться. У нас есть много таких фильмов, вот знаете, вот сейчас Бондарчук вновь тоже презентовал свой новый фильм «Вторжение», по-моему, да, вторая часть. Вот я иногда смотрю, думаю, наверное, по количеству спецэффектов он не уступает там каким-то голливудским блокбастерам. Ну вот, правда, не совсем мне понятна идеология этого фильма, но это другой вопрос. Он зрелищный, наверное, а может быть, люди на нем просто отдыхают. Вот можно обсуждать, и действительно, много сегодня кинокартин, которые, допустим, в частности, новое видение декабристов, да, вот «Союз спасения» дает. Спорно, так скажем, да? Но, опять же, почему бы это все не обсудить? Почему не дать возможность людям оценить качество того или иного, да, вот, скажем, произведения? Я бы все-таки его отнес к произведению, это серьезный труд. Вот, я думаю, оценку, конечно же, дает зритель. Но вот здесь нужно понимать, и абсолютно правильно мы с вами, на мой взгляд, проставили приоритеты, что с юных лет нужно человека готовить к тому или иному продукту и определенным образом задавать границы и берега, чтобы не спускаясь там в банальность, все-таки просто, но ясно. И с добром и Богом жилось человеку на земле, да? Вот, наверное, как-то так я это все мыслю. Отец Сергий, скажите, что я тут говорю не так, или, может быть, наоборот? Вы знаете, я все время помню слова апостола Павла. Все человек позволительно, но не все полезно. Все человек позволительно, но ничто не должно обладать им. Вот надо заложить молодежи, чтобы не обладало им. Потому что, бывает, люди, да, позволительно посмотреть фильм какой-то, но чтобы это тебя не захватило. Но когда вот провозгласили общество потребления, то есть, по сути, берега-то куда-то денешься, так понимается? Потребляй, наслаждайся. Живи здесь и сейчас. Здесь и сейчас. А ведь жизнь всегда это труд. Ну, может, надо задавать себе больше вопросов, а зачем, а что дальше, а что это мне даст? Не в смысле материальном, а в смысле своего развития. Что это даст? Ничего не даст. Можно каждый вечер сидеть в сплошные сериалы или ток-шоу смотреть. А что это даст? Скажите, а много ли сегодня молодежи приходят в храмы? Ну, знаете, я не могу про все храмы сказать. Я вам скажу так, что вот раньше, у нас же молодежный клуб «Сеятель», он же, это мы создали его когда-то в 2003 году. Раньше с молодежью было работать легче. Ну, работать в смысле общаться. Общаться. Было легче. Сейчас сложнее, потому что молодежь очень много заряжена на интернет. Поэтому в храмы ходят, но, я бы сказал, даже поменьше ходят. И вот общение хотелось бы наладить. Мы проводили, в общем-то, очень интересные встречи, допустим, о конфликтах. То есть беседа о конфликтах. Как не конфликтовать? Как суметь выйти из конфликта? И с презентацией это все было. Я бы не сказал, что много пришло. Может, мы мало приглашали. Хотелось бы, чтобы молодежь, именно та, которая думает, они собирались не в стае и не фанатели на что-то, а именно развивались. Мы могли бы помочь в этом. Наша задача постараться их увлечь. Ирина, может быть, есть какие-то инструментарии у кинематографа, который, как в приведенном вам примере с фильмом «Холоп», нащупал какие-то нотки, которые действительно увлекли определенную группу молодежи. А молодежи потом уже это стало обрастать. Я так понимаю, что, наверное, это происходило. Это как-то мониторили же ситуацию? Как это вот? Или почему выстрелил этот фильм? Ну, это, наверное, вопрос к продюсерам этого фильма. Потому что, я говорю, они вот очень хорошие ребята. Я их немножко знаю лично, очень уважаю и люблю. Но это вопрос к ним, как это все делалось. Но, вот, Иван Владимирович сказал хорошую вещь про образовательную программу в школе. И я считаю, что сейчас появилась практика киношкол. Да, местных собственных киноклубов. Каких-то выездных. Вот мы планируем в этом году делать выездную киношколу по регионам. В школе, к сожалению, дети не учатся думать и писать. Вот в наше время. А когда ты снимаешь какое-то свое кинопроизведение, пусть даже маленькое, все равно ты вынужден написать сценарий, подумать, что ты хочешь сказать. Подумать, как ты это сделаешь. То есть детей через творчество надо учить думать. То есть вовлекать, значит, нужно находить все-таки какие-то точки взаимодействия, которые были бы эффективны в плане того, что на перспективу давали бы рост. Да, у них сейчас есть очень хорошая жвачка. Они все сидят там в лайке, в тиктоке. Очень удобно. В соцсети удобно. Снял селфи, выложил видео, быстренько его обработал. Но эта история ни о чем. Это такой пшик в пустоту. Тем не менее, это работает. Это работает. Значит, нужно находить более эффективные способы. Вот смотрите, ведь в чем еще все. Но ведь они ленятся, да? Они ленятся. Они быстро сделали, выплюнули и все. А сесть что-то сделать более глобальное, у них не хватает. Желания ли, умения ли. Значит, наша задача сегодня – изыскивать какие-то новые инструменты и возможности. Вот согласитесь, нужно же отмечать положительные тренды. В частности, стало немодно курить. Вы видите, да? Сегодня не так много молодежи курит. Почему? Я помню тот переломный период, когда, скажем, скобой Мальборо был там, ну, в общем-то, популярный герой из всех там глянцевых журналов, смотрящий на молодежь. И многие желали ему подражать. А сегодня большое количество ребят ходят во всевозможные фитнес-центры. Они занимаются ведь, ну, как, человек должен быть и душой, и телом красив. Вот как бы красоту тела начали понимать, что есть в этом необходимость. Как теперь, следующим этапом добиться того, чтобы за красотой души стремление началось? И борьба. Вот как вы думаете, какие все-таки способы в этом плане нужно предпринимать? Больше общаться с молодежью. Это один вопрос. А второй вопрос еще, который вот вытекает, вернее, ответ на ваш вопрос. Я думаю, что прежде всего здесь еще очень-очень важно то, что являлось основой нашей, опять же, русской традиции, семье, семейное воспитание. Если родители будут задавать правильный тон и будут точно выставлять ориентиры и маяки, вот куда двигаться, берега, определять, то ребенок будет идти именно туда, и он будет прихватывать оттуда то, что хотят. Только не забываем про переходный возраст еще. Нет, переходный возраст может быть. Но говорят, что в строгих семьях были успешные дети. Но это так вот реплика, да? Да, да, да. И когда сейчас идет ситуация, что ребенок, у него прав больше, чем у родителя, когда он может на родителя написать заявление, и его говорят, да ты что, папа, не маманя, мы вас видали. Ну, ювенальная вестиция – это отдельная тема, которую можно делать. Да, но тем не менее, значит, надо все-таки смотреть. Ну, это мы говорим, все равно воспитание-то не хочешь никуда не деться. И даже у нас, вот в нашей сети посмотреть, где-то на днях, то ли в Западной Двине, в каком-то из этих районов, там подросток учительницу обидел, она ничего не может делать. А он охамел просто и ничего, и говорят, что делать. Срывают, действительно, уроки начинают, критироваться педагогов. Просто-напросто встает в позу и начинает нахально себя вести. А я, снимая это, притом зная, что он говорит, но его же никто не тронет. И вот эта ситуация, она как раз антивоспитание. Я считаю, что надо все-таки, наши традиции, которые были заложены в русском человеке, почитание старших, уважение старших. Другое дело, если у тебя мозг срабатывает лучше, ты уже подрастешь, сам немножко можешь сориентироваться. Но, по крайней мере, вот эти вещи надо прислушиваться. Зачастую это непросто делать. Но в фильмах, я к чему еще хочу подвести, у нас была, помните, замечательная студия Горького, которая работала, будем говорить, по нынешнему времени, это как на госзаказ. Вот сейчас таких студий нет. Значит, просто идет человек, вот они выбрали, говорят, вот сейчас, да, удалось, холоп, просто нашли, ребят пощупали. А нет, чтобы, допустим, госзадание было, госзаказ сформирован, делайте, покажите так, что человек, который в этом возрасте, вот в трехлетнем, сделал, там, помог собачке немножечко, там, вырастил, тут кошечку погладил, там, не знаю, маме, там, принес что-то, помог. И потом он, когда ему 15 лет, он спасает ребенка, или там, наоборот, бабушку, не знаю, из полыньи, там, или из-под трамвая. И вот этот, когда проходит, человек понимает, что он растет вместе с тем, насколько он сеет добро, насколько он может помочь другим, насколько он ответственен за других. У нас вот этого сейчас, к сожалению, в фильмах не показывается. Наверное, это важно, действительно, с раннего возраста помочь детям ощутить возможность ответственности за кого-то. Да, ответственность. То есть, это домашние животные, допустим, там, младший брат, младитель, сестра потом. То есть, забота какая-то, которая человека начинает уже и психологически перестраивать. А потом, знаете, вот еще нужно отметить, в старые добрые времена, в учебниках по военной психологии, но я думаю, что часть из этих посылов сохранились и сейчас, существовал вот такой призыв. И эффективный способ работать с личным составом – это личный пример. Потому что, знаете как, наверное, призывать можно сколько угодно, но демонстрировать совершенно обратно. И у молодежи, естественно, тогда возникнет не просто желание, а наоборот скажут, «Ребята, а что ж вы мне тут, вы мне нужен тогда, доктор, ухо-глаз, я вижу одно, слышу другое. Вы мне, значит, по ушам, как говорится, тут ездите, а сами вы иные». Поэтому, наверное, очень важно и то, какими мы будем выглядеть в глазах сегодняшней молодежи. И, наверное, очень большая сложность в том, что многие родители сегодня погружены в заботу и желание как-то заработать, свести концы с концами, оплатить. Раньше у нас вот все эти были кружки общедоступные, сейчас зачастую все эти, скажем, услуги являются платные. И можно отчасти понять родителя, который с ушами ушел в работу, чтобы обеспечить достойный хотя бы маломальский быт своей семье. Хотя бы не голодный. Как тогда? Вот все-таки очень много вопросов у нас с вами возникает. Мы понимаем, как должно быть, а в то же время вот эти новые формы, ведь ответственность возрастает. Большое количество контента, оно делает конкурентным очень любую продукцию. И в условиях вот этой конкуренции, естественно, что-то более простое, легко перевариваемое, может быть, употребляться будет более охотно на каком-то этапе. Вот как добиться все-таки того, чтобы полезное и нужное, и доброе, и вечное было во главе угла? Вот здесь очень важен высочайший профессионализм и умение достучаться, и затронуть струнки души. Сергей Николаевич, вот тут я вам благодарен. Подсказали как раз вот эту идею. Как раз не все могут понять, но поскольку сейчас самая главная задача бизнеса, это как можно было заработать, ну и тем более честно заработать. Тут никто не говорит, сняли, сделали, пошли навстречу. Но вот это, идя навстречу, и общее понимание, оно снижает потенциал искусства. Люди должны искусство тащить их до своего уровня, а не мы опускаться до низа. Здесь есть вот очень серьезные риски в том, что переводя, допустим, вот такие воспитательные ленты, вот такой материал, да, в разряд государственного финансирования, мы можем очень существенно снизить качество этого контента. Потому что те, кто его будет делать, скажут, да, у нас уже государство же нам поможет, поэтому здесь важно, кто это будет делать. Так у нас большая часть фильмов за бюджетные деньги снимается. А имеем мы то, что имеем, извините, да, потому что это называются авторские экспериментальные фильмы. И дальше мы имеем хорроры, да, чернуху, не говорю о всем остальном. Но на самом деле, вот если помните, вот в моем советском детстве были в школах стенгазеты, были в школах радиорубки, были в школах свои некоторых, очень маленьких, не многих, но были свои телеканалы школьные, да, Свои журналистские какие-то полы, которые выращивались оттуда. И это в детях воспитывало, во-первых, да, навыки грамотной речи и письма, во-вторых, собственную цензуру. Ты не мог, да, написать в стенгазете «Ванька дурак», да? Тебе надо было это как-то обосновать. Почему? И знать, что Ванька подойдет и потом даст. Да? Ну, это бурбурат. И в любом случае, это вот тогда, мне кажется, вот выходило, ну, не знаю, у нас было модно писать в детстве. То есть больше возможностей дать какому-то творчеству, поиску себя в том числе, да, вот на этот период. А вы знаете, вот, ведь дело в том, что молодежь, мы это все видим, желание что-то показать на стенах домов. Граффити. Граффити, да. То есть самовыражение у молодежи, оно присутствует, желание самовыражения. Желание, конечно. Важно правильно, скажем, найти... Дать площадке. Санализировать это правильно. Ну, помочь сформировать русло, по которому потечет эта энергия, да? Да, да. И здесь вот я еще раз говорю, что здесь важно общаться с молодежью. Граффити тоже разные бывают. И вот общение с молодежью, если ты это честно делаешь, не как вы правильно сказали, да, уши слышат, а глаза видят совершенно другое. Вот, если это общение с молодежью, то молодежь принимает это и начинает... Играть по этим же правилам. Да, ориентироваться начинает. То есть нужно все-таки воспринимать их как равноправность членов этого жизненного процесса. А почему нет? Они такие и есть равноправные. Мне кажется, вообще с ребенком с самого начала надо говорить как взрослым человеком. Здесь тоже противоречие. Сперва мы его строжим, а потом мы его воспринимаем. Нет, взрослым и ответственным. То есть по ребенку прививать ответственность. Ну вот это, наверное, действительно важно и заботу, ответственность прививать. Но вот формы и методы, они все-таки сегодня... Через доброту, через любовь, какие еще могут быть, но с ответственностью. Конечно, жесткость здесь, знаете, она не приведет к тому, что... Чрезмерная жесткость. Но в то же время отпустить ложь, мы с вами понимаем, нельзя, потому что любая упряжка понесет. Как говорят, ложь они понесли. Так и с детьми же, если они не чувствуют, что они находятся под каким-то неусыпным контролем. А вот найти, еще раз повторюсь, вот эту тонкую грань, вот эту золотую середину, это и есть высочайшее мастерство, умение нащупать золотую середину. Видимо, у нас фильмы про детей, поэтому мы пытались это найти. И вот, знаете, наверное, очень важно, что как раз на более молодую зрительскую аудиторию рассчитаны фильмы. И, наверное, вот мы сегодня с вами пришли к выводу, ну, многих уже устоявшихся, сформировавшихся людей сложно как-то переориентировать, хотя тоже возможно. Вот не скажите, вот у нас, например, в программе будет фильм «Мотылек» и «Соленая бабенка». Замечательно, она, к сожалению, не сможет к нам приехать, но там показывается три абсолютно упавших, потерянных человека, которых выводит к свету маленькая девочка. И здесь абсолютно такая прочитывается библейская история, евангельская, ну, не то, что неважно, да, как бы, но он простит тебя, как ты жил до этого, если ты покаялся в конце. И все три героя нашего фильма, да, в конце приходят к покаянию через эту девочку. Поэтому дети, они как бы проводники добра, вот в том числе. Здесь такой, да, обоюдный такой пинг-понг все равно. Они нас учат. А мы сейчас перейдем на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы снова в студии. А сейчас время неминуемо бежит, и программа подходит к концу. Я хотел бы попросить вас, уважаемые друзья, буквально по минуте в адрес нашей зрительской аудитории высказаться. Ирина, давайте с вас начнем. Ну, давайте, раз вы так настаиваете. Дорогие зрители, я хотела еще раз пригласить вас на наш кинофестиваль. Очень удобно, что у нас получаются длинные выходные праздники, День защитника Отечества, и три дня кинофестиваля попадает на три выходных дня. Можно спокойно прийти в пять или в семь часов, выбрать на любой кинопоказ. Вход свободный, получить удовольствие, отдохнуть, ну и немножко перезагрузиться. Я думаю, что это всем хорошо и полезно будет. Ну и настроиться на волну добра. На хорошую, да. Отец Сергей. Знаете, я хочу пожелать своим жителям Твери, которым я тоже являюсь, быть более активными. Более активными именно в позитивных каких-то вещах. И искать, не просто вот потреблять, а искать то, что действительно нужно. Вот мне кажется, этот фестиваль будет интересен. Он нестандартный. Фильмы специальные, нестандартные фильмы, которые человек должен посмотреть и, может быть, обсудить, и, может быть, принять, не принять. Но это уже как человек захочет. Но стараться активно жизнь свою проводить. И возможности такие в рамках, в частности, этого фестиваля, они есть. Иван Владимирович. Я присоединяюсь к сказанному. Естественно, приглашаю всех людей, имеющих просто свободное время. Даже не будем говорить. Это у всех есть свободное. Но у тех, у кого есть желание посмотреть современные русские фильмы, которых, к сожалению, в год приходит где-то, производится порядка 400 уже сейчас. Последний год, 413 фильмов. А выбрать сложно. Мало того, они не пускают голливудские конкурентоспособные фильмы. Наших не пропускают. А здесь есть замечательные фильмы, которые одни из лучших за последние два года сняты. Именно в нашем традиционном стиле. Плюс ко всему современные технологии. И очень душевные, качественные. Поэтому вы не потеряете свое время. Если придете, милости просим. Друзья, итак, как я уже говорил, время программы подходит к концу. Конечно же, хочется пожелать всем, кто жаждет доброго, хорошего кино, чтобы они могли получить возможность это посмотреть. И сегодня уже фестиваль такие возможности реально предоставляет. Ну а все, на мой взгляд, ну или во всяком случае, очень многое на сегодняшний день зависит от нас с вами. И каким будет уже день завтрашний, тоже зависит от нас. Какими вырастут наши дети. Какие ценности будут превалировать в завтрашнем обществе. Это то, что мы с вами заложим сегодня. Поэтому давайте, наверное, уметь помогать разобраться, что же правильно, что же будет полезно и важно для наших детей. Ну и каким будет наш завтрашний день. Итак, это была программа «Тема дня». Будьте с нами, и мы постараемся каждый ваш день делать более насыщенным и интересным. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова